Всем привет! Сегодня будет обзорное видео по тем журналам и книгам по миниатюре, которые у меня есть. Как видите, их не так уж и много на самом деле, так как практически сразу я стала собирать книги по истории мебели в реальном размере и чертежи уже оттуда брала, поэтому вот такой небольшой набор. Итак, давайте начинать с журналов. Именно с них я начинала. 10 лет назад очень сложно было с доставкой печатных изданий. Почта России постоянно их теряла, поэтому в основном я подписывалась на электронные издания. Ссылки на них я тоже выложу в описании. А из того, что я когда-то выписывала, это британский журнал Doll's House and Miniature Scene. Это журнал, как мне кажется, для новичков. Здесь рассказываются какие-то базовые вещи и рассматриваются очень такие простые проекты. Здесь есть и лепка, и вязание, и плетение, и изготовление мебели и так далее, и так далее. В общем, все совсем для новичков. И я думаю, что именно с этого и стоит начинать. Я рекомендую этот журнал. На первое время его будет более чем достаточно. Ну и если вы не знаете, что вам выбрать в итоге, на чем, может быть, вы хотите сконцентрироваться, то здесь можно попробовать все и уже для себя решить. Вот у меня их достаточно много. Как видите, здесь иногда вкладываются либо какие-то там обои, либо вырезки бумажные. И здесь, кстати, в этом журнале, журнал Miniaturas, это тоже есть. Вот такие printables. Можно делать разные коробочки или вывески, или еще что-то. Вот этот журнал я рекомендую всем, даже больше, чем этот. Он раньше выходил исключительно на испанском языке, но с прошлого года он выходит еще и сразу в переводе на английский. У меня здесь старое издание. Старый какой-то номер. Сейчас посмотрим. 12-й год. Здесь также есть проекты. И главный редактор этого журнала, модель Фернандес, мне очень нравится, как она подбирает их. Здесь есть и что-то очень простое, и уже для более продвинутых. Вот здесь даже есть каклюшечное кружево, что далеко не в каждом журнале вообще можно найти. Ну и мне очень нравятся фотоотчеты с выставок, которые модель Фернандес печатает. Очень интересные. Так, это американский журнал Miniatur Collector. Он, к сожалению, больше не выходит. С владельцем журнала произошел несчастный случай, и все, в общем, очень резко прекратилось. Именно тогда прекратилось, когда должна была выйти статья про меня. Но, в общем, ничего не поделаешь. Здесь в основном информация для коллекционеров. Сейчас уже, естественно, этот журнал можно найти только на ebay, но кое-какие интересные статьи здесь все-таки имеются. И если вам попадется, и это недорого будет стоить, то, в общем, я вам рекомендую почитать. Очень хороший журнал. Ну и давайте переходить уже к книгам. Я думаю, что мы начнем именно вот с этой. Называется она Miniatur Rooms. Миниатюрные комнаты. Это издание Художественного института Чикаго. Рассказывается здесь о комнатах миссис Торн, нарцисса Торн, которые являются родоначальницей масштаба 1 к 12. Поэтому здесь все это вдвойне интересно читать. Предисловие рассказывает об истории вообще возникновения этих комнат и как нарцисса увлеклась миниатюрой. И затем каждый разворот этой книги посвящен какой-либо комнате. Здесь присутствуют и европейские комнаты, и американские. Дело в том, что миссис Торн сразу сериями делала румбоксы. Первая ее серия была еще, по-моему, в 30-х годах показана в нескольких научных сообществах, потом уже в музее. И, к сожалению, очень такая незавидная судьба была у этих комнат. А затем она выпустила вот эти две серии. Сначала история европейского интерьера, а затем она уже сделала американские комнаты. Если хотите, я сделаю об этом отдельное видео, потому что история здесь очень интересная. Фотографии потрясающие. И в каждом развороте можно прочитать историю создания этого интерьера и основные какие-то размеры, чем вдохновлялись, кто изготавливал и так далее. Дело в том, что все эти комнаты, они находятся за стеклом. Когда вы приходите на них смотреть, фотографировать, там, по-моему, можно только без вспышки, естественно. И у многих качественные фотографии, конечно, не получаются. А здесь все можно в деталях рассмотреть. Для коллекции потрясающее издание. Можете смело покупать, если хотите. Скопом сразу три книги. Совершенно необязательные к покупке. Про кружево, а именно про коклюшечное кружево. Дело в том, что несколько лет назад я этим серьезно увлекалась и думала, что буду плести в больших количествах различные салфеточки, тесемочки и так далее. Информации тогда тоже было очень мало по коклюшечному кружеву. Именно по стилю торшон и вообще по английскому кружеву очень мало было информации. Поэтому пришлось покупать книги и осваивать коклюшки самостоятельно. И в дополнение я уже после того, как я освоилась с реальным размером, я купила вот эти два тома. Первый том – это, в общем, начало. И здесь в основном кружево торшон. Вот оно очень такое базовое и очень простое. В начале, кстати, рассказываются основы и техники. Но именно по этой книге учиться я, честно говоря, не рекомендую. И следующая книга – это уже второй том. Здесь уже есть, если я не ошибаюсь, да, Бетфершерское кружево. И, по-моему, здесь есть бакпоинт кружева. Это тоже стиль. И сразу готовые сколки, то есть это готовые схемы для плетения. И в дополнение к этим двум, третья, я купила ее наугад. Я не видела никаких отзывов на нее. И думала, что она тоже про наш масштаб 1 к 12. Но оказалось, что она для больших антиквальных кукол. Хотя сама книга сама по себе довольно-таки интересная. И здесь интересные сколки тоже присутствуют. Но это не миниатюра, к сожалению. Следующие две книги также вот для коллекции. Называется она «Collectively Speaking». Автор ее Кейсович Браунинг. Первая книга была издана, по-моему, если я не ошибаюсь, вот эта первая книга в 17-м, что ли, году. И, да, в 17-м году. И вот ведь мне повезло. У меня есть автограф автора. Кейсович Браунинг. Расскажу про нее для начала. Это известнейший коллекционер. Вся ее коллекция выставлена в частном же музее в городе Мэйсвилл, в штате Кентукки. Кейс уже довольно долго собирает миниатюру. В этом музее можно увидеть Спенсер Хаус. Это известнейший кукольный дом, который был сделан в Малване Роджерс. Для тех, кто не знает, Спенсер Хаус – это английский дом, в котором, это на самом деле такое поместье, в котором родилась и выросла принцесса Диана. И вот его миниатюрная копия есть в этом музее. В этом же музее есть и такая своеобразная копия Екатерининского дворца. Первая книга. Рассказ о том, как начиналась вся эта коллекция. Рассказы о мастерах. Фотографии здесь просто замечательные. Ну, кстати, лайфхак. Если книги вы не собираетесь покупать, весь этот текст можно найти на сайте Кей Браунинг. И все это прочитать. Там же и все эти фотографии имеются. Следующая книга. Раз уж мы заговорили о Малване Роджерс, давайте мы к ним перейдем. Это «Магнифисент Миниатюрс». Ее авторы Кевин Малване и Сюзан Роджерс. Книга была выпущена в 2008 году. У нее твердая обложка. Здесь еще была суперобложка, но ее уже, как видите, нет. И в книге рассказывается о тех кукольных домах, которые они делали. Это Версаль, например, из самых известных. Букингемский дворец, американский колониальный дом и так далее. И вот тот же самый Спенсер Хаус, который как раз у Кей Браунинг в коллекции есть в музее. Опять же, здесь минимальное количество технической информации. Кое-где в конце каждого рассказа, например, в частности про Версаль, можно увидеть информацию о том, как, например, делался паркет. Если американский колониальный дом, как, делался сайдинг. Но все довольно кратко. Я бы скорее купила эту книгу для вдохновения. И ради вот маленьких технических моментов мне просто было в свое время очень-очень интересно, как они все это делают. Поэтому книгу купила. Но я бы не сказала, что она прямо очень-очень полезна. Давайте перейдем вот к этой книге. Опять же, обзоры на нее я нигде не видела. Называется она The Secrets of the Dolls' Housemakers. Секреты создателей кукольных домов. Автор Джин Нисбет. Это тоже поддержанная книга, которую я из Америки заказывала. Выпущена. Она была в 1994 году. И она разделена на три части. Первая часть – это кукольный дом, затем мебель и другие предметы. Каждая статья в данном случае – это рассказ, монолог одного из мастеров. Тут самые разные мастера собраны. О том, как начиналось их хобби, как они работают, какие техники, может быть, они используют. Но все довольно кратко. Как видите, снова молвание Роджерса присутствует. Меня в свое время интересовал здесь именно раздел с мебелью. Как видите, Дэвид был потрясающе-потрясающим мне интересным. Мне очень нравится его мебель. Я имела 6-9 в реале. Джон Девенпорт тоже потрясающе у него работает. Здесь у него и маркетрия можно посмотреть. Вот. Потрясающий шкаф. Барри Хиппелл. Мне еще очень понравилась Шарлотт Хант, которая начала делать густуянскую мебель, когда это еще не было модным. Сейчас, кстати, вот очень много я вижу такой мебели и сама делала. Ну и дальше там уже и вышивка есть, и стекло, и керамика. В общем, все, что хотите. Интересно, она, мне кажется, еще и будет и коллекционером, чтобы вообще как-то ориентироваться среди известных мастеров. Да, и так как я здесь упомянула Джона Девенпорта, как одного из самых известных изготовителей миниатюрной мебели, Джон выпустил также свою книгу еще, по-моему, в 88-м году, если не ошибаюсь, да. И она переиздавалась. И вот у нее здесь мягкая обложка. Эта книга ориентирована, прежде всего, на новичков в изготовлении мебели для тех, кто только начинает вообще работать с деревом и не знает, какие инструменты покупать, что необходимо. Нужны будут обязательно станки и вот ручные инструменты. Здесь также вот можно увидеть и фрезер, и юниматовский токарный станок по металлу, где-то вот он тут тоже присутствует. Вот ювелирная токарка и вот юнимат 3, токарный станок по металлу. В общем, инструменты, электрические или ручные, все равно нужны на коленке. К сожалению, вот такие вещи сделать сложно. В самом конце здесь есть небольшие проекты, они не сложные, они тоже для новичков, но необходимая база есть. Даже вот как делать ласточкин хвост, тоже вот все это присутствует. А вот если мы говорим о более серьезных вещах, о более серьезных проектах, то вот эта книга, на мой взгляд, самая-самая ценная, это Гарри Смит, авторство, искусство изготовления мебели в миниатюре. Издана она была еще в 82-м году, затем она переиздавалась. У меня издание в мягкой обложке, я не знаю, выпускалась ли в твердой, но вот качество именно этой книги оставляет желать лучшего, потому что вот здесь, видите, она вся разваливается. Но, тем не менее, книгу эту я речу рекомендую. Если мы посмотрим на цветные вкладки, то мы можем увидеть, что здесь вот эти проекты вы можете сделать. Они здесь присутствуют, книги их описания. И на самом деле это абсолютно потрясающая, потрясающая книга. Это, по сути, гильдийская школа в одной книге. Начинается все с инструментов. Сейчас я вам покажу оглавление. Какие инструменты вам понадобятся. Работа с деревом, металлом и финишинг. Все есть. Здесь есть даже и золочение, и работа с аэрографом. И также, если мы посмотрим на его токарные станки, то тоже вот есть и ювелирная токарка, и юниматовский станок. Все стандартно. В свое время мне очень понравилось читать раздел «Работа с металлом». Здесь также рассказывается, как делать, например, петли и латунные накладки для мебели. То есть это очень-очень полезные статьи. Ну и по дереву там тоже все присутствует. Например, так же, как делать все эти столярные соединения стандартные. Затем мы переходим к проектам. Минус этой книги в том, что она американская, следовательно. Вот эта вся система измерений в дюймах. Поэтому мне приходилось все это конвертировать, все это прописывать в миллиметрах. Но если лень этим заниматься, то просто можно сделать ксерокопию этой страницы и все будет в правильном масштабе. Это, кстати, очень-очень удобно. И каждый проект, он очень подробно описан. То есть для начинающих это просто идеально. То есть, например, как здесь делать комбинированные вот такие молдинги. Проекты постепенно усложняются. Здесь есть и накладная резьба. Гарри Смит здесь используют в основном скальпель номер 11. Здесь рассказывается, как делать кабриольные ноги. Как устанавливать петли. Опять же, основа резьбы. Режет он вручную. И иногда пользуется фрезером. Несмотря на то, что книга разваливается, она до сих пор у меня присутствует в библиотеке. Я периодически к ней обращаюсь, потому что здесь кое-какие моменты все-таки очень интересные. Я покупала ее в этом издательстве Scott Publications. Я думаю, что до сих пор ее где-то можно найти. В электронном виде я ее, к сожалению, не видела. Так что придется покупать. И, наконец, последнее. Вот эти вот странные распечатки. Не удивляйтесь. Это распечатки из журнала The Scale Cabinet Maker. Это журнал, который выпускался с 1976 по 1996 года. За год выходило 4 номера. И сейчас этот журнал можно купить только в цифровом виде. Хотя там можно заказать и печатные копии. Но я на нашу почту уже не надеюсь. Поэтому мне проще купить в PDF-формате. В свое время у меня была довольно толстая пачка вот этих распечаток. Сейчас уже их стало меньше. Что в этом журнале есть? Ну, по сути, все. Это такая энциклопедия для тех, кто занимается миниатюрой. Конечно, в основном упор делается именно на мебель. Это следует за название Cabinet Maker. Это, наверное, Краснодеревщик можно перевести, наверное. Но есть статьи и про вышивку, и про плетение, если я правильно помню, и про строительство кукольных домов, про электрификацию. В общем, все это есть. В данном случае, как делать работающий миниатюрный замок, ключ, основные измерения. Вот видите, тоже все прописывала я и измеряла. И также вот проекты мебели. В частности, у меня здесь все, что осталось, это морисовские стулья, которые у меня клиенты любят. Это как раз из этого журнала. Также можно распечатать сразу лист и использовать его, и все будет в масштабе. В этом журнале я узнала столько нового для себя. И там же были и обзоры на электроинструменты, на фрезеры и так далее, и так далее. Но я горячо рекомендую вообще это издание. набор из четырех номеров стоит 20 долларов. Да, это в общем-то не дешево, особенно если покупать все номера. Но, честно, это того стоит. У каждого номера можно посмотреть стержание и что-то для себя выбрать. Также на сайте можно увидеть, что помимо самого журнала есть гид Cabinet Makers Guide он называется. Там исключительно проекты. Они никак не пересекаются с этими, кстати. И они также сгруппированы по стилям. То есть там есть французская мебель, викторианская и так далее. И есть, по-моему, выдержки. Это лучшая из журнала. Но, к сожалению, я ничего про лучшее не могу сказать, так как я не покупала, не знаю, что там. Нужно смотреть, я думаю, на сайте. Поэтому всего лишь распечатки, но очень и очень ценные. На этом, пожалуй, сегодня все. Если вам будет интересно, напишите мне. Я сделаю обзор на те книги по мебели в реальном размере, которые у меня есть. Может быть, мы коснемся истории мебели или просто книги с чертежами уже непосредственно. Напишите мне. Я сделаю отдельный обзор. А пока на этом все. Всем спасибо. Пока.